Всем привет! В этом видео попробуем установить дату крайней ядерной войны. Не исключено, что их могло быть несколько. Данных крайне мало, но я попробую. Для начала попробуем разобраться, что было первым – потоп или ядерная война. Поможет нам в этом село Становое, находящееся в современном Казахстане. Мы отчетливо видим очертания крепости Звезды, а вокруг три огромные воронки. О чем это говорит? Я уже рассказывал вам, что крепости Звезды строили после потопа. Это не что иное, как создание сухого участка Земли, на котором строили какие-то важные объекты. Находили холм, строили подпорные стенки в виде лучей, землю с верхушки холма срывали и перемещали в лучи. Такая форма нужна для запирания Земли внутри лучей с помощью силы гравитации и правильно подобранной геометрии лучей. То есть запертая в лучах Земля не расползалась, и само основание тоже. Если сделать подпорные стенки в виде прямоугольника, сползающая влажная земля неизбежно разрушит подпорные стенки. Для понимания устройства крепостей и звезд, предлагаю обратить внимание на современные земельные участки, которые расположены под уклоном, владельцы которых стараются их выровнять, для чего в нижней части участка строят подпорную стенку. Кто-то строит стену из бетона, кто-то из камня. Далее насыпают землю. Стена не дает земле расползтись ниже. Чтобы лишняя вода выливалась, в бетонных стенках оставляют отверстия. А если стена выложена из камня, то вода вытекает через зазоры между камнями. В крепостях и звездах стенки делали из камня без раствора. Отсутствие раствора позволяло лишней воде вытечь. Привел максимально понятную аналогию из современности. Думаю, понятно. Далее заброшенные основания в виде звезд могли занять и использовать для любых целей, в том числе в качестве крепости. Кроме того, люди могли подумать, что эти основания строились для оборонительных целей и они стали их повторять. То есть часть звезд может быть каргокультом. Так вот, что же мы видим в селе Становое? Мы видим крепость-звезду, центр послепотопного развития промышленности и или центр развития города. Позже рядом были выстроены крупные объекты, города или заводы, которые в будущем стали целью для ядерного оружия. Эти объекты были уничтожены, и сейчас там воронки, которые заполнились водой и стали озерами. При этом озера воронки мы отчетливо видим, они не засыпаны потопом. Если было бы наоборот, сперва ядерная война, потом потоп, то воронки засыпало бы, и мы видели бы их нечеткие очертания или не видели их вообще. Из-за радиации строить крепость-звезду прямо рядом с воронками не стали бы, от нее отступили бы на безопасное расстояние. Крепость-звезду прямо рядом с воронками могли построить значительно позже, через 60-80 лет. При условии, что строить его непосредственно и близи с непонятными озерами, была острая необходимость. Расстояние от очертаний звезды до озер примерно 250 метров. Я находил несколько мест, где отчетливо видно крепость-звезду и огромные озера-воронки рядом. В Омской области и в Казахстане. По наблюдениям исследователей, крепости-звезды строили одновременно по всему миру. Датировки крепостей-звезд, которые сохранились до наших дней, 17-18 век. На замковых камнях видны даты J600, J700 год. Правда, по какому календарю жили строители, мы не знаем. В то время в каждой стране было свое летосчисление, отличающееся от соседей до 200 лет, как в плюс, так и в минус. Крепостей-звезд много снимал Джон Конор, ищите ролики на его канале. Кстати, во многих старинных русских городах можно найти остатки крепостей-звезд. Из этого делают какую-то большую тайну, как будто если народ об этом узнает, люди перестанут бухать и смотреть телевизор. Если лет примерно 300 назад был потоп, а 200 лет назад и ядерная война, то это показывает нам скорость развития цивилизации после потопа. Для понимания скорости развития хочу обратить ваше внимание на науку и промышленности Германии 1930-х-1940-х годов. На всякий случай скажу, что не восхваляю, не одобряю и не поддерживаю какие-то политические или идеологические направления и доктрины тех лет. Мы рассматриваем исключительно технологии. По моему мнению, германцы – это потомки скифов или чуди. На тему скифов и сарматов я планирую выпустить видео. Без интернета, принтеров, компьютеров, мониторов и мышек германцы показали просто фантастическую скорость развития технологий. Германцы за короткий срок развились до приборов ночного видения, баллистических ракет, зенитных ракет, реактивных истребителей, доядерного оружия. По слухам, они также создали дискообразные летательные аппараты и много чего еще. Научно-техническое наследие Германии еще долго изучали в США и СССР. Теперь представьте, что в Северной Америке, Евразии, Африке и Австралии жили потомки скифов чуди. На всех этих землях огромное количество ресурсов, достаточных для мощного развития. Думаю, на селе Становое мы можем понять примерную хронологию и последовательность событий. А для большей точности мы перенесемся в мою любимую Рязанскую область. Вот круглое озеро Селезневское. В 2020 году оно называлось Озеро Чистое. Память о старом названии сохранил пляж. Он называется Пляж Озеро Чистое. На карте экспедиции это был объект номер 10. Проба грунта с глубиной 2 метра показала наличие Цезия-137. Вот что написано в документе. Место отбора – Рязанская область, Клепяковский район. Озеро Чистое. Берег – глубина 2 метра. Проба номер 10. Обязательно напишите, что это от Чернобыля, облако которого туда даже не дошло. Второй интересный факт, что это озеро неожиданно для местных рыбаков стало мелеть. Озеро находится в песчаном грунте, по уровню расположено выше местной реки. По идее, в песчаном грунте вода вообще не должна стоять. Но много лет, не имея притоков, это озеро каким-то чудом держало дождевую и талую воду, а в наши дни оно стало пропускать воду и мелеть. Почему так? Местные разводят руками. Мы думаем, что озеро держало воду из-за того, что при взрыве ядерной бомбы образуется плазменный шар. Он вдавливает грунт и оплавляет получившуюся воронку. То есть получается стекловидная чаша. Поэтому озеро долгое время не пропускало воду. А в наши дни чаша треснула, и вода потихоньку стала вытекать из него. Также целостность чаши могли нарушить местные жители, которые бурят скважины на воду. В колодцах вода не очень пригодна для питья, так как имеет цвет чая. Впоследствии подобные озера превратятся в болота. Таких круглых болот, кстати, тоже много в Рязанской области. Вот, например, круглое болото Большой Березняк, диаметр болота около одного километра. А вот болото круглое, диаметром 300 метров. Так вот, на берегу этого озера Воронки находится старообрядческая церковь. Нас интересует дата постройки. Вот что известно официально. Каменный храм с колокольней был построен местными купцами-старообрядцами в 1907-1910 годах. Что можно понять из этой датировки? Можно ограничить дату появления Воронки с одной стороны. Смотрите на рисунок. Для уточнения даты предлагаю обратить внимание на города Хиросима и Нагасаки. С момента подрыва бомбы американцами прошло 78 лет. Про бомбардировку напоминает один дом, который оставили как мемориал. То есть, через 70-80 лет о радиации уже никто не помнит. В городе, на который сбросили бомбу, спокойно живут люди. Конечно, там проводились рекультивационные работы. Вот график численности жителей Хиросимы. То есть, город не был заброшен, и в нем продолжили жить люди, причем численность жителей увеличивалась. Вот другой график – заболеваемость раком крови. Пик пришелся на 1950-е годы. Спад заболеваемости в конце 1970-х годов. Через 45 лет после взрыва заболеваемость раком крови пришла в норму. Вот что об этом пишут. В ядерном взрыве с высоким выходом образуются радионуклиды Цезия-137 и Стронция-90. Они имеют относительно большие периоды полураспада, около 30 лет, и поэтому представляют особую опасность для здоровья человека. В первые недели после взрыва особое значение имеет йод-131, период полураспада 8 дней, способный накапливаться в щитовидной железе и тем самым создавать высокие локальные дозы облучения. Есть хоть какая-то дата 30 лет. Однако надо понимать, что это вовсе не означает, что люди через 30 лет первым делом начнут строить культовые здания. Люди могут вообще покинуть эти места. У них могут быть другие проблемы. Может не хватать стройматериалов, специалистов и так далее. Так что к дате в 30 лет нужно добавить несколько десятилетий для восстановления. А сколько именно, точно неизвестно. Я слышал, что если ничего не делать после ядерного взрыва, то через 60-80 лет уже можно жить. Конечно, цифра с потолка, но других у меня нет. Если есть у вас, напишите. Возьмем интервал 45 лет и 80 лет. Считаем. Начали строить в 1907 году, минус 80 лет. Получим 1827 год. 1907 минус 45 равно 1865 год. Думаю, понятно, что интервал дат условный, от реального может отличаться на несколько десятилетий. Теперь нам надо ограничить дату ядерной войны с другой стороны. Вначале мы выяснили хронологию событий. Сперва потоп, потом ядерная война. По моим старым наблюдениям, крайний потоп был после Петра I. Соответственно, после потопа должно было пройти какое-то время для развития. Вот другой объект. Находится рядом с характерной круглой отметиной в лесу. Подобных отметин там несколько. Подобные отметины могут образоваться от воздушного подрыва. Применяется два поражения техники и личного состава противника. Глубоких воронок не оставляет. Наземный взрыв предназначен как раз для уничтожения зданий. Именно он и оставляет воронку. Нас интересует дата. Дата основания не позже 1798. Дата постройки последнего здания 1910. И опять мы видим похожую дату. 1910 год. На берегах других озер воронок стоят старинные каменные дома с арочными окнами. Датировать их сложно. В архивах есть точная дата прилета странного объекта в Тульский оружейный завод. 27 октября 1830 года. Прилет объекта вызвал взрыв и пожар. По скорости звука я вычислил, что этот объект двигался со скоростью 2853 км в час. Если сопоставить современными видами оружия, то по скорости тот объект похож на межконтинентальную крылатую ракету. Как выглядят крылатые ракеты, думаю, вы видели. Интересно, что на одной английской фотографии крымской войны из Севастополя мы видим схожие силуэты. В центре Тулы при прокладке ливневой канализации нашли старинные печи и массовое захоронение. А на глубине около двух метров был виден слой пожара от того самого объекта, упавшего на город в 1830 году. Пробы грунта из этого слоя показали наличие Цезия-137 в трех независимых лабораториях. В пробах из слоя ниже и выше Цезия-137 не было обнаружено. Результат анализов скелетов из захоронения показал, что погибло очень много детей, молодых людей, погибали люди от переломов и травм, кости и черепа зачастую были обожжены. Подробнее об этом смотрите по ссылке в описании. Недавно в гамма-спектрометре исследовали кирпич из дома в газетном переулке в центре Москвы. Дом был построен в 1775 году. Результаты показали пик Америция-241 и бугорок Цезия-137. В соседнем доме более поздней постройки таких результатов не дал. По словам исследователя, 200 лет назад уровень радиации в данном месте зашкаливал за 5 рентген в час. Это серьезная доза даже для зоны поражения ядерным взрывом. 5 рентген – это 50 тысяч микрозивертов. При этом смертельная доза считается 4000 микрозивертов. То есть превышение смертельной в 12,5 раз. Подробнее об этом смотрите по ссылке в описании. Вот это идеально круглое озеро в Рязанской области. Соратник Вадим исследовал, когда оно появилось. На карте 1816-1832 года его нет. Озеро появляется на картах в 1865 году. Подробнее об этом смотрите по ссылке в описании. В общем, если судить по зданиям, то дата крайней ядерной войны – первая половина 19 века. По архивным записям есть более точная дата – 1830 год. Также у нас есть белое пятно в истории, когда события первой половины 19 века скопированы со второй половины 19 века. Я думаю, это однозначно говорит о том, что что-то случилось в первой половине 19 века. Также говорит о том, что историю сочиняли и допиливали во второй половине 19 века. В повествовании выше я вам привел факты и доказательства, какие только смог найти. Если у вас есть конструктивная критика, подкрепленная фактами, делитесь. Пустые эмоции без фактов тоже пишите, я их буду изучать. Интересно, существуют ли материальные факты и доказательства существования татаро-монголов? Наверное, самоубийственная тема для научной диссертации. На этом, думаю, все. Вы знаете, что нужно делать. До новых встреч. Пока. Пока.